Разговор у нас сегодня пойдет об основных работах в саду, огороде, в цветниках в апреле месяце. Это у нас уже традиция стала. Мы каждый месяц рассказываем, что мы должны сделать в саду, в огороде, соответственно, к календарному месяцу. Апрель у нас, конечно, в этом году выдался холодный. И, в общем-то, еще сказать, что можно даже зимний месяц. Но, тем не менее, весна берет свои права уже в свои руки. И, как говорится, уже погода начинает все-таки становиться весенней. И, соответственно, все мероприятия, которые мы должны будем сделать в апреле, мы, я так понимаю, думаю, что мы все-таки их проведем именно в апреле. И они у нас точно не сместятся на май. Ну, начнем с плодового сада. Плодовые деревья. Это, наверное, сейчас самые, те самые культуры, которым мы сейчас больше всего и уделяем внимание. Наступила стабильно нулевая температура. Ночные температуры тоже не такие низкие. И уже можно приступать к обрезке деревьев. И нужно даже поторопиться, потому что буквально на следующей неделе уже прогнозирует погоду уже до плюс 11 градусов. Поэтому у нас вот очень короткий промежуток времени, когда мы должны быстренько управиться с обрезкой. После того, как вы обрежете деревья, начинаем с яблонь в основном. И движемся дальше к теплолюбивым, такие как абрикосы, персики, вишни, сливы. То есть начинаем все-таки с яблок. Яблонь в деревья, после того, как вы их обрезали, не забудьте, пожалуйста, замазать все срезы садовым варом или другим любым препаратом, который является ранозаживляющим. На рынке их сегодня много. Вот здесь я небольшое, выставила вам небольшое количество пузырьков. То есть выбирайте те замазки, те ранозаживления, те, которым вы уже доверяете, не один год пользовали. Для молодых, начинающих садоводов, огородников, у нас их количество все больше и больше подписчиков. Я показываю, как они выглядят. Вот так выглядит садовый вар. Различные есть вот такие тюбики с живой написано, кора. Или же бальзам. Все они прекрасно работают. То есть смотрите по ценовому ряду и, конечно же, по производителям. Есть более натуральные, есть такие вот на восковой основе. То есть смотрите, с чем вам больше нравится работать. Можно даже и предпочтение дать вот такому садовому вару, он тоже хорошо ранозаживляет. Далее. После того, как вы обработали деревья, замазали все раны, далее у нас идет обработка, весенняя промывка сада. О том, как промывать, чем промывать, мы уже, конечно, говорили. Я рассказывала о препаратах Престиж и 30+. Кому интересно, ссылка в комментариях я дам на эти видеообзоры. Посмотрите, кому интересно. Промывка сада это обязательно. Сейчас в коре, в личинках, где-то в веточках, даже в почве, вокруг плодового дерева, очень много зимующих вредителей. Вот чтобы их на первом этапе, когда они еще не проснулись и не начали свою жизнедеятельность, уничтожить гораздо проще. Вот такая промывка сада, она очень эффективная. Она убирает большое количество вредителей, которые еще, как я уже сказала, находятся в спячем состоянии. Их можно ручную стряхнуть. То есть буквально можно разложить под деревом пленку, постучать. Даже можно лопатой, обратной стороной, черенком. Уже какое-то количество вредителей упадет на эту пленку. Уничтожьте ее. Даже годится ткань. Старый укрывной материал, он тоже годится. Уничтожьте этих вредителей. И далее приступайте вот к такой весенней промывке сада от вредителей. Можно использовать биопрепараты. После того, как мы обработали деревья, сделали промывку сада, обязательно нужно повесить ловчий пояс. Ловчие пояса. Зачем они нужны? Дело в том, что очень много вредителей, вот после того, как чистое уже дерево у вас стало, ну так условно говоря, начинает свою вегетацию. То есть они проснулись и начали свою жизнедеятельность. То есть поднимается по стволу. Никаких барьеров у них для того, чтобы заселиться вновь на дерево нет. Поэтому для того, чтобы вот этого не случилось, и ваше дерево снова не было поражено различными вредителями, установите ловчий пояс. Он вам поможет избавиться от многих вредителей, особенно вот которые начинают в свою жизнедеятельность буквально, как только вот начинает проклевываться почка. По зеленому конусу. Это и долгоносик, и гусеницы, и листоверки. Но их великое множество. Вот для того, чтобы вот все вот этих вредителей хотя бы не переносились от дерева к дереву, и не перемещались, пожалуйста, вот ловчий пояс вам поможет с этой проблемой справиться. Далее. Наступает пора, когда мы, после того, как у нас уже снег сойдет, почва прогреется, начинаем подкармливать деревья. Подкормка деревьев, но это отдельный видеообзор мы снимем, нормах и сроках внесения для плодовых деревьев. Вы можете подкормить как химическим препаратом, но в основном весной всегда вносят или комплексные минеральные удобрения, или же мочевину. То есть для того, чтобы растение получило достаточные порции азота и начало активно наращивать и зеленую массу. То есть для жизнедеятельности нужен расти, всем растениям нужен азот. В апреле месяце, самое время после того, как встает снег, немного прогреется почва, можно уже высаживать саженцы плодовых деревьев. То есть лучше, конечно, выбирать саженцы одного года или двух леток. Это вот, наверное, самое оптимальное время. И нужно поторопиться. То есть если наступит жара, то уже, конечно же, мы саженцы такие не высаживаем. Сажаем их по прохладной погоде. Фактически даже можно так сказать температуру плюс 5 градусов почвы. Это прям вот даже оптимальная температура для того, чтобы высаживать уже растения. Даже чуть снег стая уже можно высаживать. Еще хочу вот про ловчий пояс все-таки вернуться. Яблоневый цветовед. Вот он, кстати, он просыпается самый первый. И вот ловчий пояс здесь вам заслужит очень добрую службу. Далее, после того, как у нас все мы пояса повесили, все сделали, вопрос еще очень часто задают. Стоит ли белить весной деревья? То есть если это уже апрель, даже можно сказать май, то в общем-то побелка деревьям уже не нужна. То есть это нужно больше нам для эстетического восприятия. То есть когда мы смотрим на дерево, оно беленькое, аккуратное, чистое. Нам кажется, что вот мы как раз все и сделали. На самом деле вот побелка нужна больше осенью и ранней весной, когда у нас идет вот такие солнечные ожоги, могут возникнуть морзобойны и солнечные ожоги на коре. Вот тогда нужна побелка. Но тем не менее, мы так уже привыкли, и многие очень дачники попадают на свой дачный участок уже фактически где-то в апреле месяце. Поэтому уже, конечно, уже побелка будет больше носить декоративный характер. Ну, тем не менее, если вы привыкли, пожалуйста. Но могу сказать, что лучше, конечно, отдавать предпочтение акриловым краскам. То есть тем побелкам, которые на основе акриловой краски. Они не смываются долго водой, более такие ровно ложатся. И, конечно же, внешний вид, они белые, чистые, не желтеют. В общем, дерево смотрится действительно помытым, чистым и аккуратным. До распускания почек, когда почки еще находятся в спячем состоянии, мы проводим обработку от грибковых заболеваний, таких как паршим, анелиоз. Да их на самом деле очень много коварнейших грибковых заболеваний. Проводим обработку. Традиционно можно использовать, конечно, и бордовскую смесь. До распускания почек это 3% раствор. То есть 300 грамм на 10 литров воды. Там по инструкции все четко разводите, с известью смешивайте, точно как пишут производители, не нарушая инструкции. После того, как у вас уже показался зеленый конус, ни в коем случае мы не делаем такой раствор. Раствор будем использовать только 1%. Еще раз делаю акцент на этом моменте. То есть до распускания это 300 грамм на 10 литров воды. После того, как распустится, появится зеленый кончик на почках, это 100 грамм на 10 литров воды. Это 1% раствор. Если вы не хотите использовать бордовскую смесь, пожалуйста, можно использовать хом, хорус, райок. Пожалуйста, можно их вместо бордовской смеси. Как только появляется зеленый конус на почках, у нас могут появиться такие коварные вредители, как долгоносик, листовертки, медяницы. Их на самом деле очень много. Личинки тли. То есть вот эти все вредители можно обработать дерево фуфаноном или искрой. 10 мл на 10 литров воды. Вот этим составом можно обработать деревья. Так, это по плодовым деревьям. Теперь идем дальше. Плодовые кустарники. Смородина, малина. Чем их обрабатываем? Смородина визуально вначале осматриваем, конечно. Ее смотрим. Если вы видели раздувшиеся почки, вырезаем до здоровой почки. Далее. Есть такие садоводы-огородники, которые до сих пор обрабатывают самородину кипятком, горячим раствором. То есть 80-90 градусов, даже 95. Обливают кусты до начала вегетации. Только до того момента, когда почка вся полностью закрыта. Иначе просто вы можете погубить кустарник. Для профилактики на смородины против красноголовой тли и болезни мы можем обработать препаратом смородину Кинмикс и плюс Топаз. Кинмикс 2,5 мл, а Топаз 2 мл. Это все на 10 литров. Пожалуйста, можно им обработать. Можно обработать биопрепаратами, которые я уже как-то говорил, что я сделал отдельный видеообзор, рассказала, какие биопрепараты. Или же вот тот самый старый метод против болезни и вредителей обработкой кипятком. То есть выбирайте способы, какие вам больше нравятся. Дальше. Теперь по малине. Малину тоже мы поднимаем с опор. Если подвязывали и укладывали, поднимаем, привязываем к опорам, обрезаем до здоровой почки. И, конечно же, смотрим, как она у вас перезимовала. Все ветки, которые плохо перезимовали, вырезаем их без сожаления. Дальше мы обязательно убираем укрывные материалы, которыми мы укрывали, если вы укрывали малину. Рыхлим ее. И подкармим. И самое главное, органику даем. Желательно, конечно, с комплексом минеральных удобрений. И после всего этого мы замульчируем или компостом, или же торфом, или перепревшим навозом. То есть органику малина очень любит. Ну и, естественно, перед этим все мероприятия, как я уже сказала, то есть обрабатываем и от болезни, тем же самым бордовской смесью, или же промывку саду, когда мы делаем, от вредителей тоже мы можем ее использовать, обрабатываем и малину. Теперь клубника или садовая земляника. Ну, конечно же, здесь в апреле мы удаляем все укрывные материалы, которыми она была укрыта. Рыхлим по свежей, мокрой земле. То есть вот как только снег сойдет, очень клубника хорошо реагирует на вот такое вот раннее рыхление. Конечно, удаляем старые листья, смотрим на наличие вредителей. То есть если у вас были уже проблемы в прошлом году, конечно, лучше обработать ее или агибопик, или же можно новосилом. Вот смесь их, баковую смесь делать. Агибопик – это 50 мл, новосил – 2 мл. Это все делаем в баковой смесь и все на 10 литров воды. Это фунгициды, то есть они прекрасно справятся со всеми проблемами. Ну и, конечно же, подкармливаем землянику азотом. Для того, чтобы она началась в вегетации, земляника набрала хорошую зеленую массу. Но помните, излишнее количество азота, конечно, тоже должно быть в определенном мере. Нельзя слишком сильно перевышать дозу, которую вот даже на всех. Вот если мы возьмем мочевину, то здесь всегда производитель пишет, сколько нужно на каждую культуру вносить, если вы затрудняетесь, не знаете, сколько вам нужно вносить мочевины или какое-то другое азотное удобрение на каждую культуру, которую вы планируете подкормить. По плодовым кустарникам тоже, в общем-то, все понятно. Значит, если так подытожить, то можно сказать так, что девиз апреля такой чистим, обрабатываем, подкармливаем. Вот это по плодовым кустарникам, да в принципе, это можно даже про все культуры сказать. Теперь про неженки, цветы, розы, гортензии, которые мы укрывали на зиму. Здесь укрытие. С роз мы снимаем пораньше чуть-чуть, с гортензии, особенно крупнолистных, не спешите. То есть, все это делать будем поэтапно. Только после того, как вы увидите, что температура воздуха стала плюсовой, мы можем снимать вот то первое укрытие, но полностью гортензию мы не освобождаем. То есть, еще она находится у нас под укрывным материалом. Если вы ее пригибали к земле, то, конечно, вот верхний слой мы снимаем, под пленкой пока еще ее держим. Розы тоже снимаем постепенно укрытие, но полностью еще вот то, что мы окучивали, пока еще не раскучиваем ее до тех температур, когда будут постоянно, стабильно, положительные температуры. То есть, если вы прогнозы видите, что температура в ближайшее время упадет, не спешите. Лучше немного подождите. Ну, хотя у роз есть такой, кстати, у гортензии тоже есть такой вариант, что они могут просто выприть. Если у вас вот температура воздуха днем плюс 11, ночью ноль, тогда раскрываем, но не до конца. Делаем воздушные укрытия, то есть, одного слоя, два слоя укрытого материала будет достаточно для того, чтобы циркуляция воздуха шла, растение было защищено, и в то же время оно не выприло. Хвойники. Основная работа у хвойников в апреле месяце, это, конечно, очистка от хвои, которые пожелтевшие, которые пострадали ветки, погнулись, отломались во время снегопадов зимних, вот их мы отрезаем, крону внутри ствола, то есть, раздвиньте хвойники, особенно туи внутри, почистите, вот от старой, желтой хвои, все хорошенько почистите, и соберите обязательно вот эти все опавшие иголочки. Далее, по обработке, если у вас была проблема с вредителями или с болезнями в прошлом году, прошлый год у нас был очень такой коварный на болезни, обработайте, можно даже бордовской смесью, причем смешать, можно обработку даже сделать, если вы берете, например, хорус, хом, можно с карбофосом, с фофаноном сместить, и сделать одну баковую смесь, обработать и от вредителей, и от грибковых заболеваний. Но помните, если все-таки в ход пошла бордовская смесь, то для хвойников это как для деревьев плодовых с распустившимися листочками, 1%, то есть больше нельзя, иначе мы можем просто пожечь. И, конечно же, подкормка. Подкормка, обязательно уделяйте внимание тем одобрения, которые в своем, в своей надписи имеет, вот у меня здесь хлоромид одобрения, и здесь написано против побурения хвои. Здесь добавлена большая доза магния. И именно магния способствует тому, что хвоя будет насыщена изумрудного такого цвета красивого. Особенно в такие годы, когда идет плохая погода, то есть слишком высокие температуры, растения плохо усваивают магния из почвы. Им не хватает. Начинается побурение хвои. Вот что вот этих процессов, которые могут опять-таки начаться и в этом году, то есть если проблема уже была. И, как правило, деревья-то хвойные именно от этого страдают, от нехватка магния. Вот флоромид, любое другое удобрение, здесь у меня любозелена, тоже написано калий и магний с повышенным содержанием. Вот такие, отдавайте предпочтение все-таки таким удобрениям, где находится большее содержание вот калия, но особенно магния. И все хвойники, конечно же, мы подкармливаем. По хвое можно еще побрызгать или эпином для стимуляции роста, или же каким-то другим, HB-101, для того, чтобы, если были особенно солнечные ожоги на хвое, для того, чтобы хвойные растения быстро пришли в норму. Это по хвойникам. Теперь еще больная тема, конечно, это газон. Не забываем про газон. Вот на фоне всех вот этих забот, хлопот, не забываем газон. Газон, как-то мы все время вот огороды и деревья, а про газон вот у нас как-то на последнем плане. А газон, в общем-то, требует весной тоже к себе повышенного внимания. Самое главное, на что плохо реагирует газон, это хождение, то есть мокрая земля, сошел снег, и вы начинаете ходить. Вот здесь мы можем просто испортить газон и нанести ему, в общем, достаточно серьезный вред. Остаются следы, которые долго не зарастают травой, то есть они вмятины, ямы и внешний вид портят, и газон от этого страдает. Поэтому по мокрому газону мы ни в коем случае не ходим. На газон мы можем зайти только тогда, когда уже верхний слой почвы подсохнет. И тогда мы уже начинаем все мероприятия, которые должны сделать на газоне. Особенно если у вас газон красивый, партерный, то здесь, конечно, внимание ему повышенное. Обязательно это должно сопровождаться и вычесыванием газона, и аэрацией газона, то есть мы должны, особенно если у вас старый газон, обязательно должны обеспечить доступ воздуха к корням. То есть есть сейчас очень много приспособлений и механизированных, то есть запускаете машинку, она прокалывает газон. Если такого нет, можно даже просто вилами, или как у нас некоторые садоводы, огородники делились опытом, делают такие специальные ступы, и на них биты гвозди, и ходят по газону, то есть делают дырочки, и в общем-то газон обогащается кислородом. Пожалуйста, все средства хороши. И обязательно вычесываем газон. От старых травинок, то есть от всех листьев, которые могли на него попасть, все это мы вычесываем, подстригаем газон. Если у вас не получилось его подстричь осенью, то есть в состоянии 5-6 сантиметров или 7, даже, наверное, 7 сантиметров зиму, мы уходим 7 сантиметров, то, значит, делаем стрижку и, конечно же, подкармливаем газон. Если стоит засушливая погода, весна сухая, то не забываем про полипку. Но о том, как ухаживать за газоном, какие мероприятия сделать, мы об этом, конечно, более подробно с ним увидим. Ну, это так, в общем, кратенько. Теперь вернемся к цветникам. Те культуры, которые, те растения, лианы, которые были у нас укрыты, были замульчированы толстым слоем компоста или каким-то другим укрытым материалом, начинаем же потихоньку разокучивать, то есть убираем вот эту повышенную земельную, земельную кучу, которую у нас спасало растение зимой. Но опять хочу сказать, не делайте так, чтобы вот сразу, в одночасье раз, и мы оголяем всю корневую систему. Все-таки сделайте поправку на погоду. Пусть небольшой слой останется. Мы немного в конце месяца, ну, даже ближе к маю, уже доразокончен полностью. Но сейчас хотя бы небольшой слой, хотя бы немного, но оставьте. Клематисы, розы, гортензии, о них я уже сказала, то есть вот им повышенное внимание сейчас. Теперь по огороду, о том, что посадить в апреле месяце, когда и как. Я, конечно, отдельно об этом сниму видеообзор, но вот так кратенько, если сказать, то начинаем подготовку грядок к ранним посадкам культур. Это такие, как редис, но их много, укроп, зелень различная, рукола. Вот сейчас, именно в апреле месяце, мы убираем грядки от мусора, готовим их, накрываем пленкой, для того, чтобы грунт быстрее прогрелся. Забыла сказать еще про чеснок, любимая культура. Тот чеснок, который мы сажали под зиму, ему тоже, если бы его укрывали, а мы, скорее всего, и укрывали от того, чтобы он не вымерз, потому что зима у нас была бесснежной и долгий период времени, поэтому вот ему тоже уделите внимание, порыхлите его, и, конечно, после того, как уберете укрытие, тем, которым вы закрывали, это, ну, я даже не знаю, кто, кто к чему привык. Я, например, укрывала литниками, которые у нас отсвели в саду, я их складывала вот именно на чеснок, для того, чтобы он, в общем-то, как и снегозадержание, и в то же время легкое укрытие. Снимаем легкое укрытие, или то, то укрытие, которое мы чем накрывали чеснок, обязательно его рыхлим, ну, и, конечно же, делаем азотную подкормку, то есть на данном этапе чеснок должен начать вегетацию. Кстати, он начинает ее достаточно рано. Далее, теплицы. Теплицам тоже уделяем внимание, начинаем плановую подготовку к посадкам. Если вы не сделали обработку теплицы осенью, сейчас самое время до посадочного сезона в теплице провести обработку от различных грибковых заболеваний, ну, и если где-то там были вредители, то тоже, в общем-то, от них обработку. И, конечно, период, когда только чуть-чуть оттаяла земля, мы начинаем посадку сидиратов. Не забываем об этом, особенно, если у нас нет возможности делать его оборот, вот как раз посадка сидиратов поможет справиться с такой проблемой. Поэтому не забываем про сидираты. Они должны у нас подняться, и мы успеем их заделать в почву до того момента, когда мы начнем высаживать основные культурные растения. То есть с сидиратами нужно поспешить. сидираты мы заделываем и высеваем за 30 дней до посадки основных культур. Поэтому как только у нас сошел снег, фактически все сидираты, кроме гречихи, они хладоустойчивы, смело сеем на нашей грядке, где будут у нас, в общем-то, возделываться наши культуры. Перцы, огурцы, томаты и кабачки. Ну, кто что сажает. О том, что посадить и как посадить, следите за новостями, обязательно мы расскажем, потому что это тоже очень длинный видеообзор, и чтобы не забыть про все культуры, обязательно этому делим отдельный видеообзор. На сегодняшний день это все, о чем я хотела сказать. Еще раз вот так подытожить, то хочу еще раз сказать, что сейчас основная работа в саду в апреле месяце это уборка старых укрытых материалов, уборка листвы, уборка различных веток, которые были поломаны снегом, обрезка деревьев, обработка от вредителей от болезни, на плодовых деревьев ловчие пояса и конечно же начинаем постепенное снятие укрытия с декоративных растений. Ну и подготовка наших грядок и соседседиратов к посеву основных культур. То есть обработка и защита. Это сейчас два, наверное, три даже самых основных момента, на которые я еще раз хочу сделать акцент. Я думаю, что мой такой прямой эфир обязательно вам пригодится, особенно для начинающих. Если какие-то у вас возникают вопросы, если вы в чем-то затрудняетесь, пишите нам. Мы обязательно на все ответим. Мы поможем вместе с вами справиться со всеми проблемами и вырастить здоровый, качественный урожай. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok